Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 21 сентября. Конечно, природа непредсказуема. И вот после продолжительного периода с холодными ночами до заморозков, с дождливыми серыми днями, у нас сегодня раз родился солнечный день. Мы обрадовались и скорее побежали собирать последние урожаи с кошками, с собаками. Все так рады, что тепло. И, может быть, кто-то будет смеяться, что до сих пор собираемся. У нас уже и заморозки прошли, мы все собираем. До сих пор кто-то может удивиться. Но я сейчас покажу, что урожая еще у нас и много. Не просто как-то мы вот две-три штучки. Мэри, о, Мэри упала, поскользнула свет. Она как только пустое ведро видит, представляете, берет за ручку ведро и тащит себе в конуру. Ну, огородница будущая. И вот смотрите, у нас не две-три каких-то там чахлых замученных помидорки висят. Сейчас расскажу, какие еще помидоры у меня есть в наличии сейчас. И удивлю кого-то, может быть, но опытный огородник, конечно, не удивится. Помидоры снимаем не только с теплицы. Сейчас скажу, какие с теплицы, какие, откуда. Вот эти с теплицы. Вот этот с открытого грунта. Это тот самый сибирский гроздевой, который я, помните, говорила, что я специально его высаживала позже, чтобы можно было его уложить на хранение. Но для позднего, короче, использования. Не для того, чтобы на салатах его применять. И еще с чудо-теплицы. Вот те, которые с открытого грунта и с чудо-теплицы. Вот смотрите, вот здесь огромная слива. Видите, они вспотели. Это значит, что ночью было холодно, а сейчас жара. И вот это неожиданное... Хозяйка пришла, помидор. Вот это неожиданный перепад температур. Они как бы даже... Мэри, ну иди, пожалуйста. И вот этот перепад температуры, они даже вспотели. Сейчас расскажу по сортам, какие томаты у меня сейчас в наличии. И расскажу, почему они у меня вот так поздно. Все-таки последняя декада сентября. И большинство площади уже в огороде убрано. Я вам показывала, что делали по одной грядке. И видно по размеру сидератов, что это не одновременно. Не так, что мы все вспахали и засыпали. Вот это первая была, где густая растительность посеяна, обработана. Это вот вторая, где красивая елочками. Это вот третья. А эти убрали самые последние, буквально вот перед выходными. И здесь только-только сходит горчица. Но все равно, вы видите, что весь открытый грунт почти убран. Почему же столько много томатов? Начнем с самого начала. Ну, конечно, очень много еще у нас с уральской теплицы. Там, где я, кто смотрел меня с самой весны помнит, мы очень долго ждали, когда она приедет. Все-таки далеко с Урала ехала она к нам сюда. И вот именно в ней сейчас основная часть томатов. Смотрите, какие красавицы. Вот это вот тлоколула, которую я... И Катя до сих пор пишет глоколула, которую мы по ошибке в этом, в каталоге напечатали глоколула. Потому что это новинка, мы не знали, как она называется. Это тлоколула вот мециканская. Потом, конечно, эти вот идут козулы-то различные. Козулы, зебра, солта. Все, что я высадила там чуть попозже, вот тоже козулы. И ясно, что поздно посаженные. У них как бы более позднее плодоношение. Ну, тут же не агара, которая очень долго. Я говорила, что у нее продолжительное плодоношение. Она все кистями идет, 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 идет до самого верха. Ну, и с открытого грунта у меня остался один бедный вот этот вот сибирский гроздевой. Сибирский гроздевой, который я оставляла просто чисто посмотреть, как он себя ведет в более поздние сроки. Ведет он себя хорошо. Вызрел почти весь на кустах. Вот, которые вот здесь промелькивают зеленые. Я их положу на хранение. Еще на хранение посмотрим, как он себя ведет потом. А, ну, эти, вот эта полосатая пещера, это тоже с уральской теплицы. И вот эти огромные сливы, потом вот это желтое сердце. Это вот с чудо-теплицы. Как ни странно, но в чудо-теплице также сохранность получилась очень длительная. Так же, как в уральской теплице. Короче, там ведут себя томаты так же, как в стационарной теплице. Просто там поменьше места. Но все равно там до сих пор плоды спеют, плодоносят. Все. Вот это краткий обзор всех. Ну, тут, конечно, еще не все. Там лотки сейчас будем таскать. И у нас в этом году получился урожай. Ну, я уже говорила, как бы почти что безотходный. И вот сейчас, третья декада сентября, казалось бы. Ну, конечно, много выбросили те, которые мелочь совсем на верхушках. Мы же мелкие не берем и укладывать их не укладываем. Но до сих пор, еще в сентябре, идут полноценные, вкусные. Я же вот сейчас семена выбираю, я пробую. Все равно их почти все вкусные, сладкие плоды. Единственное, что сибирский гроздевой, я вот сейчас сколько-то семян наберу. Остальное положу на хранение. Я не буду его дозаривать на ускорение. А те, которые полноценные, созрели своим ходом. То есть, они прямо на кустах. Вы видите, мы вот снимаем. И вот сейчас домой нести. Они все спелые. Нынче урожай отменный. Можно сказать, потрудились на славу. Ой, Мэри лежит. Мэри, ну ты что там обидела, что я тебя выгнала отсюда? Помидорки не даю покусать. Иди сюда, Мэри. Сегодня последний хороший день. Посмотрела, завтра погода уже. Дождик завтра, послезавтра понижение. Температуры. Все, Мэри обиделась на меня. Мы ее не пускаем в огород. И вот сегодня она зашла вместе с нами. Нам сейчас выходить. Не знаю, как ее будем выманивать. Ей здесь так нравится. Для нее это рай. Кажется, что это такое, как сказать. Но обычно запретный плод, раз мы сюда не пускаем. Ей так сюда хотелось. И вот сегодня вместе с нами она зашла, вместе с кошками. С нами целый день провела. Сегодня мы восхищаемся вот такой погодой. Теплом я стою вообще. Видите, голову в футболке, без рукав. Очень тепло. И восхищаюсь, любуюсь последними томатами. Даже не скажешь, что сейчас осень, что томаты последние. Смотрите, какая красота. Все целенькие, все спелые. Не такие, что где-то под кроватью поспели. А именно на природе, на материнских кустах, самые хорошие томаты, которые спеют на кустах. Конечно, потом, которые попробую сибирский гроздевой, будут дозариваться в подвале. Может быть, они будут не такие уж вкусные. Но там главное, чтобы долго сохранился. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. 21 сентября. Последний теплый денек. Так, радуемся, пользуемся погодой, чтобы собрать урожай. Урожая, если честно, еще дофига. Вы думаете, это вот только это? Ага, из теплицы еще сколько не принесли. Еще работать и работать. Ну, уже хотела уходить. Вот Катя поднесла. Еще не могу не полюбоваться. Смотрите, Сызранская пипочка, золотой лимон и поцелуй герани. Ну, смотрите, это не красота ли? Это вообще загляденье. Даже не подумай, что это вот поздние, последние плоды с чистыми носиками. Прекрасные. Жаль, что кушать их уже не хочется. Уже на честь. Честно, так наелись вообще. Все, до свидания. Любуйтесь вместе с нами последними плодами. И начинаем строить планы на будущий год.